МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас и приглашаю в Дом дружбы. Сегодня вы увидите... Миграционный учет. Разберем порядок и сроки. Настоящий фейерверк творчества. Болеем за участников губернского фестиваля, рожденный в сердце России. Народная кукла своими руками. Побываем на мастер-классе у Марины Ерофеевой. Носовая флейта. Послушаем мелодию в исполнении Минди Гафура Зайнидинова. Количество иностранцев, желающих жить и работать в Самарской области, не только не уменьшается, а, напротив, увеличивается. И объясняется это благоприятными для иностранных граждан условиями, как для въезда, так и для пребывания в стране. Поскольку регион достаточно крупный, у нас много крупных предприятий, и иностранцы к нам с удовольствием едут работать. Основная масса в настоящее время пребывающих иностранных граждан – это граждане, въезжающие с целью работы. Также одной из наибольших является частная цель въезда. Меньше с туризмом, с образованием, с какими-то гуманитарными целями, с деловыми контактами. По прибытию каждый иностранный гражданин обязан встать на миграционный учет, что будет являться официальным подтверждением его права находиться на территории России. По закону, в течение семи рабочих дней после пересечения границы иностранцам, принимающая его страна должна уведомить миграционную службу о прибытии гражданина другой страны. Сроки при этом важно соблюдать. Студенты у нас учатся как из безвизовых стран, так и из визовых стран. Вся постановка на миграционный учет, конечно же, идет в те сроки, которые оговорены законодательством. Подготавливаются документы и представляются сюда в миграционную службу. Там определенный срок, который нарушать нельзя. Сколько человек сегодня ставите на учат? Ну, сегодня трое. Поскольку уже многие приехали, приступили к занятиям, поэтому вот сегодня три человека. Продлевать сроки пребывания иностранца тоже важно вовремя. Точно так же, как оповещать органы УФМС об изменении статуса иностранного гражданина. Если заканчивается учет у иностранного гражданина, ни в коем случае он не ходит и не думает, что у него как-то все автоматически это продлилось. Ему надо обратиться в органы УФМС для изменения сведений, либо за продлением срока пребывания. В течение трех рабочих дней он должен обратиться, если у него поменялись какие-то сведения. Если он заболел просто, или не может он покинуть в связи с какими-то обстоятельствами территории Российской Федерации, он должен обратиться хотя бы в последний день его учета. По истечении разрешенного срока пребывания иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации. На днях завершился третий губернский фестиваль самодеятельного творчества, рожденный в сердце России. Впереди подведение итогов и галоконцерт. На сцену выйдут лучшие из лучших. А пока болеем за очередных участников. В честь юбилея губерния муниципальный район Елховский устроил ярмарочное гуляние. Как гласит история, только в крупных селах проходили ярмарки. Так в Елховке их было две. Троицкая на Святую Троицу и Ивановская осенью. Ярмарка считалась праздником. Ехал сюда народ себя показать, но других посмотреть. Да что лишнее продать. Шутки-прибаутки, песни да пляски. Все как на настоящей старинной русской ярмарке. В Елховской принимает участие почти 90 человек и 10 коллективов. Ярмарка чем нравится? Ну я думаю, что ярмарка это всегда, наверное, праздник. Это всегда яркие краски. Это всегда приподнятое настроение. Да, ребят? Что-то можете добавить. Ну, наверное, вкусняшки всегда на ярмарке. Праздник. Вот, можно что-то вкусное купить. Наряды. Наряды. Конкурсы всякие устроены. Правильно. Может, еще что на ярмарке? Гороводы водят на ярмарке? Песни поют? Да. А еще что делать? Три-четыре дробь и? И пляшут. Каждый танец неповторим. Каждая песня – представление в миниатюре. Плюс замечательные костюмы, прекрасные артисты, вжившиеся в роли, яркие декорации. Все это говорит о слаженной, сплоченной работе всего коллектива. На ярмарку народ приезжал, чтобы что-то продать, себя показать, повеселиться. И мы почему-то решили вернуться к этой традиции. Достаточно красочные, задействованные, много костюмов. Вот какие танцы у нас? Танцы у нас – хоровод девичий и кадриль. Калинка. У вас такая дружная ярмарка еще получилась? Очень дружная, очень веселая. И... На веселой ярмарке пели и плясали и русские, и чувашские, и татарские коллективы. А потом наперебой рассказывали нашей съемочной группе о своих обрядах и традициях. Раньше народ собирался на веселые посиделки. Молодежь там гуляли, веселились, плясали, знакомились друг с другом. Вот как бы старинный обряд. В давнейшие времена, как приезжали на лошадях эта песня, как приглашали за стол, как провожали. И это только малая часть из жизни конкурсантов. Всего же за время фестиваля перед членами жюри выступили сотни лучших творческих коллективов губернии. Впечатлений, конечно, масса. Во-первых, следует отметить, что значительно повысился уровень художественных коллективов. Коллективы вообще на сцене смотрятся просто великолепно. Возросло, конечно, мастерство самих участников. Появились новые творческие коллективы. Вот это радует. Появились какие-то, вернее, не то, что они появились, а как бы вынесены были на общие обсуждения новые какие-то фольклорные обряды, которых мы раньше не видели, они где-то в семьях сохранялись. А теперь мы их увидели и были просто поражены тому богатству фольклора, богатству народных традиций, которые в этом фестивале проявились. Это настоящий подарок к юбилею Самарской губернии, говорят организаторы. Участники фестиваля раскрыли перед зрителями в удивительных образах всю красоту многонациональной Самарской земли. Куклы на Руси не только играли. Они служили оберегом, с ними встречали гостей, с куклами придумывали сказки. Секретами кукольного мастерства поделимся в следующем сюжете. Для проведения мастер-класса все готово. Цветные лоскутки, вата, нитки и обязательные условия. При изготовлении тряпичной куклы не использовать иголки и ножницы. В старину считали, что такая игрушка пророчила ее маленькой хозяйке целостность. Без изъянов и повреждений. Народная кукла делается без применения ножниц и иголки. Здесь все вяжется, рвется. Делается она только из натуральных материалов. Используется вата хлопчатобумажная, ситцы, бязи. Раньше ткани давали вторую жизнь. Например, из одежды мамы или папы делали обереговые куклы для ребенка. Первые годы дети играли в куклы, которые были сделаны из одежды родителей. В народной традиции кукол делали и для детских игр, и для различных обрядов. Куклы были знаком продолжения рода, залогом семейного счастья и благополучия. Их изготовление считалось исключительно женским занятием. Славяне верили, что именно от женщины зависит благополучие и процветание семьи и всего рода. Мама, делая эти куклы со своими дочерьми, рассказывали им о женской судьбе. То есть что происходит с девочкой, с девушкой, с женщиной в разные периоды ее жизни. Как это отражается в народном костюме. Это на самом деле народная кукла, есть такая фраза, потянешь за ниточку, да, и раскрывает целый пласт народной культуры. К примеру, эта кукла из семейной серии. Как и многие обережные, она безликая. Лицо куклы никогда не раскрашивалось, потому что по славянскому поверью, в безликую куклу не могут вселиться злые силы. Но есть этому и другие объяснения. Куклы играли дети. И в играх куклы играли разные роли. И для того, чтобы не было никакой эмоции на лице запечатлено, поэтому нет лица. То есть какая игра сейчас, такая и кукла. Вторая версия, которая мне тоже очень нравится, это то, что кукла является прообразом женской души. Потому что женщина делала кукол на разные случаи жизни. И раньше у каждой женщины были сундуки с этими куклами, когда они выходили замуж. До 80, до 100 кукол было в этих сундуках на все случаи жизни. Куклы – это прообраз нашей женской души. А у души нет лица, поэтому нет лица. О костюмах стоит сказать отдельно. Фартук, пояс, платок – все это элементы одежды образные и символичные, рассказывает мастер. Многие детали костюма имеют сакральное значение. Считалось, что женщина получает силы от земли, от матушки земли. И чем шире у женщины юбка, тем больше у нее силы. Чем пышнее и красивее у нее нижняя, верхняя юбка, нижних юбок бывает несколько, тем, значит, женской силы у нее больше. Вот какие куклы получились на нашем мастер-классе. Одна краше другой. Радости куклы дарят очень много, конечно. И я рекомендую всем женщинам, которые забыли, как это радоваться, как это вспоминать свое детство, заняться народной куклой, потому что, ну, это правда очень интересно. И даже есть такой вот, например, сделал человек куклу, и она получилась у него неладная какая-то. Вот сделан куклу, например, на здоровье. И кукла получилась неказистая, косая, кривая. Ну, и вот считалось в народной традиции, что если куклу опять раскрутить обратно, переделать, то что-то и со здоровьем поправится. С давних времен тряпичная кукла считалась традиционной игрушкой русского народа. Она сопровождала человека с рождения до самой смерти и была непременным атрибутом множества праздников. Маленькая флейта с большим секретом. Раскроет его известный башкирский музыкант Медига Фурзе Нединов. Носовая флейта – уникальный музыкальный инструмент. В работу его приводит сильный носовой выдох. Именно поэтому носовая флейта относится к духовым инструментам. У башкирский называется хайран. Хайран – это удивляет всех. Вот когда я начинаю на этом инструменте, он сам удивляет. Или по-другому – это носовая флейта. Я это приобрел в Германии. У них тоже есть вот… Если ртом дуть, не получается тут. А если носом дуть… Все звуки можно, природные звуки. И про носовую. Да, можно играть любые мелодии. Импровизация ночью. Вот ночью я детям всегда говорю. Ночью не гуляйте, страшно. Поэтому после девяти, после десяти вы должны дома быть. Как видно из названия, воздух в носовую флейту вдувается через ноздри. Тональный диапазон ее может быть разный. Все зависит от возможностей играющего. Но, как говорит сам музыкант, с помощью носовой флейты можно научиться создавать практически бесконечное количество звуков. От подражания птицам до классических мелодий. И даже популярную народную песню «Катюша» можно исполнить вот так. Изготавливается носовая флейта из бамбука, дерева или кости. Сегодня она популярна во всем мире, как один из самых необычных музыкальных инструментов. Наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин